Лига Джигит Мэн Шамкенский есть Группа Тенгри есть И конечно человек, который покорил всю Россию Встречает и Анатолий Цой Аплодисменты 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 Раньше настоящие джентльмены При встрече кланились друг к другу И снимали шляпы А сейчас Поворачивается и снимает наушники А наш сегодняшний ведущий Снял и шляпу, и наушники Знакомьтесь Настоящий джентльмен Абди Настоящая звезда Господин Цой Спасибо огромное Аплодисменты Разорвал в ютубе, так и напишем Мы начинаем Спасибо, он тоже разорвал Аплодисменты Спасибо, дорогие друзья На этом мы заканчиваем наш эфир С вами был Анатолий Цой Всем пока Спасибо, у вас было хорошо Ну что ж, добрый вечер Добро пожаловать к нам в лигу Как вам студия? Очень, очень уютно Альфред, наш дворецкий Он будет за вами наблюдать целый вечер И, конечно же, если у Урганта Есть группа фруктов И у нас есть группа овощей Ой, овощи говорю Группа Тенгри Квартет Поэтому Спасибо огромное Чтобы стать полноправным членом нашей лиги Я вам задаю вопросы Вы просто отвечаете Да? Нет? Отлично Не приставали женщины? Приставали Нет, просто А, да Можно ли считать пистолет Лежавший в холодильнике холодным оружием? Ну, я думаю, да Столица Панамы Панама? Да Скрываешь что-то из своей биографии? Да Облизывал крышку от йогурта? Да Пил когда-нибудь антидепрессанты? Нет Платил деньги занятым? Нет Ты знаешь, как вести себя в туалете? Да Отлично Засыпал пьяным в машине? Не за рулем только Не за рулем Но в машине, да Но да Походу в багажнике Отлично Использовал ванны и душ как микрофон? Да Супер С этого мы и начинали, видимо Она вернела обугадца Делал интимную стрижку? Нет Плакал ли ты в этом месяце? Нет, пока Тебе присылали фото 18 плюс? Да Ты знаешь, что такое Аягис? Видимо, нет Я тоже не знаю Дай попить Тягивал живот на фото? Да Отлично Постоянно Я нет, братан Ругался с друзьями из-за денег? Нет Радовался неудачам других? Нет Нюхал носки перед выходом? Да Записывал девушек по другим именям в телефоне? Да Просил проверить свои ошибки перед постом в социальных сетях? Да Скрывался от военкомата? Ну, какой-то промежуток времени, да Муссолини фашист? Больше нет, чем да Пользовался когда-либо омолаживающим кремом? Нет Пока У тебя были проблемы с полицией? Да Ты помнишь свой первый новогодний костюм? Да И какой же костюм? Пират Но это было самое простое И после этого у тебя были проблемы с полицией? Проблемы с полицией, да Прикольно У тебя есть скрытые таланты? Наверное, да Ты знаешь, кто такой Арачимару? Это как вот вопрос до того, ты тоже не знаешь, что это Я не знаю Нет, я знаю Знаешь? Я знаю Открывал консервную банку, вилки или ножом? Да Ножом Ножом Отлично Поклассик Скрытые таланты, может быть, подробнее, может быть, расскажи? Скрытые таланты... на руках умею ходить Серьезно Да А я на ногах Это круче Считаешь ты себя признанным в Казахстане? Не до конца Я поэтому здесь хочу, чтобы признали А после того, как ты покорил российский шоу-бизнес Много ли у тебя появилось грузей вот этих? Да Которые раньше, ой, Толик Калайсон, а сейчас, ой, братан, как дела? К сожалению, много и часто слышу Больше слышу разговоры о том, что Настоящие друзья, которые дружат со мной с самого детства Рассказывают смешные истории, когда им кто-то рассказывает, что Ой, да это же братишка мой Вместе двигались Вместе в садике двигались Да, да, да В песочнице играли Да, да, да У тебя есть зашкварные истории какие-либо? Ой, их много, тоже надо вспоминать, но их много Вот была интересная, реально очень смешная история Мы выступали в Сибири на открытии детской олимпиады Зимней, на улице Погода была минус 50 Естественно, ну, реально могла спасти только вот такая, наверное, шкура медведя Гамаш? Но ее не было, и гамаш тоже не было Окей Нам нужно было спеть на улице Ну, и, соответственно, это было выступление под фонограмму, что крайне редко происходит Мы в основном за живое исполнение Обычно все так артисты говорят Вот Но тогда действительно была такая обстановка, что, ну, петь было невозможно вживую Нас попросили спеть, скажем так, под фонограмму одну песню Мы выбежали на улицу, начали исполнять песню Это фонограмма И в один момент я губой приклеился к микрофону от холода Реально То есть у меня губа приклеилась к микрофону И я реально пытаюсь открывать рот А мне больно, потому что губа прилипла И я не могу ее оторвать И я не знаю, что делать И я просто пою и сильно выдыхаю Чтобы микрофон оттаял, и губа отцепилась Короче, я так полпесни пропел И только через полпесни у меня губа оторвалась Ну, по-моему, кусочек кожи даже остался на микрофоне Но суть в том, что это было очень смешно Я потом пересматривал это видео по выступлению И было видно, что я просто микрофон у меня чуть ли не во рту Потому что реально я не могу просто отвести микрофон от рта Потому что губа просто прилипла Это было очень зашкварно И это было... Ну, мне кажется, что люди некоторые поняли Вот, что они так улыбались Очень смешно Чувак, микрофон хочет проглотить Вот Это было очень смешно И после этого я стараюсь не петь на морозе А какую песню пили? Она вернется? Она вернется, да То есть, может быть, кожа вернется, да, в этот момент? Она вернется Она вернется И микрофон еще с губой передаешь С губой передаешь О, базар нет, губы отцов я Да, раз надел Вообще, часто смотришь фильмы? Да Фильмы очень часто смотрю Я прям жуткий киноман Последний фильм, который я посмотрел Губа? Почти Почти Невидимый гость Посмотрите обязательно Этот фильм И напишите в комментариях Как вам он? Вообще, у тебя было такое вот Допустим, название фильма? Вообще не подходит под содержание данного фильма? Ну, наверное, да У меня вообще плохая память Поэтому я не запоминаю название Давай сейчас Немного у нас рубрика Называется Поменяем название фильмов Давай На тебя надеваем наушники Ты ничего не будешь слышать Просто любое слово, которое тебе попадает в ум Ты это говоришь Готовы? Окей Двенадцать лет Я сейчас слушаю Реально крутой казахский рэп Терминатор Одноклассница Что? Малефисента Протухшее варенье Прикольный фильм Семейка Сиськи Что? Форсаж Хоббс И Игорь Прикольно Спасибо вам огромное До того, как ты пришел к нам в программу Мы в инстаграме нашего телеканала ХИТ-ТВ Объявили о том, что ты у нас в гостях И написали комментарии Из них мы выбрали самые лучшие Хочу тебе их задать Если Анатолий родился в пяти странах То чем бы он занимался И какие это были бы страны? Родился бы я в Бразилии И я бы собирал кофе Ну, меня, понимаешь, тянет все равно туда В земледелие Там маушников еще не было Это нормально? Ну, собственно говоря Если бы я Если серьезно Где бы я не родился Я бы все-таки, наверное, пел Ну, как-то до глубины души у меня музыка засела С самого раннего детства В пять лет начал петь И вот Чем бы я не занимался А занимался я многим Конечно, ничто меня не могло Вот как-то перетянуть на свою сторону Был и спорт Был и какой-то опыт Я работал в страховой компании И на поле я работал На поле? Да Что ты там делал? Собирал в Бразилии чай Китменем махал Полол траву Вот Было и такое в моей практике Работал и в клубах работал ночных И в кафешках работал Где я только не работал Но музыка, она всегда была впереди планеты всей И как-то вот она и победила, наверное Поэтому, где бы я ни родился Музыка была бы в любом случае на первом месте Даже кофе бы собирал Все равно бы пил Отлично Вы слушаете кю-поп? Если да То от кого больше фанатеете? С фанатством у меня тяжело Я вообще Скажем так Как-то обошло меня этой стороной И вот С детства не было таких прям кумиров Но Что касаемо Конкретно Кей-поп или кью-поп? Кью-поп Кью-поп Честные, кого я знаю, это Найти Уан Но для меня Первой кью-поп группой Первой кью-поп группой Является группа Орда Те, кто как раз и создали Найти Уан Но в мое время Когда я был здесь Это как раз Те ребятки, которые делали что-то неформатное Что-то в стиле кей-поп И это было мега круто И мега отвязно И смело Потому что никто не мог в то время такое делать Они делали И это очень хорошо заходило Круто А вы знаете вообще какую-нибудь песню Из репертуара Репертуара Найти Уан Нет Но на самом деле Скажем так Я немного отдалился Уехав в Москву Отдалился От нашего шоу-бизнеса От нашей эстрады И мало слушаю Хотя С Найти Уан Мы очень много провели уже концертов совместных По Казахстану было несколько Мы выступали в Южной Корее вместе Причем некоторые песни Ну вот Прям Которые мне очень понравились Но я их не запомнил Потому что их слушал Ну условно там один раз И не смог запомнить Но в целом Они делают Очень крутой продукт И скажем так Хотелось бы наверное В защиту сказать Потому что я знаю Что при появлении этой группы Возникли некие разногласия Там и были люди Те кто за Те кто против Это что-то новое Понятно что для нашего менталитета Очень сложно принять Что-то вот резко новое И резко такое Какое-то яркое Неожиданное Но я скажу что Во-первых в мире Кей-поп очень сильно Сейчас набирает обороты И он разрывает там все Чарты и все прочее Поэтому Очень круто Что у нас нашлось Свое направление Кей-поп И ребята Они первооткрыватели Поэтому Мне кажется Что они заслуживают уважения Как бы осмелились Рискнули И сделали такой вызов некий Поэтому Когда я услышал Что есть люди Которые там прям Против них Мне прям ребят Стало жалко Потому что они молодцы И они реально делают Качественную Крутую музыку И крутые клипы Кстати И сейчас Пишут эти Иглзы Фандома их Ой вообще Толик красавчик Спасибо что поддержал Ну действительно Вообще Фандом их мощный Спасибо тебе огромное За ответы Спасибо за вопрос Да И Самый наверное Главный вопрос Который волнует Меня Кортет Тенгри Ребят Операторов Технику В имя Потому что она Главная Как бы Усик Вумен Главный Вопрос Только Ответь пожалуйста Честно Я примерно Представляю Какой-то вопрос Ну давай Седокова Окей Давай Скажи ты О чем ты думаешь Окей Я думаю Это вопрос Как-то Связан с Анной Седоковой Нет Обычно Это всегда Самый главный Вопрос Который Волнует Не волнует Меня Все нормально Братан А да Правильно Причем ты Анна Седокова Я вообще Хотел спросить Про носки Братан Просто Есть ли они Или нет Есть О есть Отлично Спасибо Про носки Мы узнали Отлично И Как ты сам Сказал Про Анну Седокову Что Ну что Интересует Ну да Можно пожалуйста Отличаться Интригу Ну что ж Дамы и господа Ответ Года Который Вы ожидаете Скоро Что у вас Анны Седоковой Ничего не было Все Ребята Всем огромное Спасибо Ребята Зря собрались Ребята Зря собрались Зря собрались Вот Ладно Ну мы Саней друзья Друзья Настоящие друзья Стоп Интрига Какие вы друзья Мы Дружим С самого Начала проекта И Мы Мы Натуре страшно Натуре страшно Просто друзья Да Мы просто друзья Мы очень близко Дружим Не спрашиваю Насколько близко Мы просто дружим Стоп Интрига Насколько вы Близко дружите Мы Дружим Настолько Насколько Могут Дружить Друзья Мы поддерживаем Друг друга Делимся Советами Сплетничаем Помогаем Друг другу Просто узнали Самое главное Мы просто Продолжаем Отлично Круто Сейчас у нас Рубика Толик Да Вот видите Лиски бумаги Так Три цвета Зеленым Есть имена Известных людей Так Второе Что они сделают В ближайшие дни И третья бумага Как это повлияет На что-то На какое-то событие И так далее Я понял Окей Давайте я начну С первого Так Берем Анатолий Цой Удачненько Подстава Анатолий Цой Поговорить С динозаврами И Сборная Казахстана По футболу Станут чемпионами мира Анатолий Цой То есть проблема В динозаврах Проблема В динозаврах Вот он В Алма-Ате Сборная Казахстана Срочно Подходите к нам И зовите Толика К себе И вы выиграете Поехали Так ну что Моя очередь Валерий Меладзе Ого Какое совпадение Как бы меня не уволили После этих шуток Так Выучит Английский Так Выучит Английский И Казахстанцы Будут отдыхать Целую неделю Ё-моё АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Уважаемый Валерий Ага Валерий Ага Валерий Ага Он по-моему Не ожидает Валерий Ага Да, сто процентов Пожалуйста Выучите Английский язык АПЛОДИСМЕНТЫ Если они забудут Пароль от инстаграма Будет конец света Это точно Представляешь Валерий Ага Выучить английский АПЛОДИСМЕНТЫ Ну что Так Кентал Ого Здесь уже менее страшно Он поймет Так Выйдет В контакт С инопланетянами Он так Периодически делает Так он пишет Свои песни А Так И упадут Цены на нефть Ну вот В целом Как бы Логично Логично Продолжаем далее Найти-уан Найти-уан Купит новый айфон И Будет всемирный кризис Они купят просто Последний айфон Наверное Да И все Последний и все И будет кризис Ваша очередь Так Анна Седокова Седокова А кто это такая? А есть Это подруга моя Да? Просто близкая подруга Я с ней дружу Да Окей Выспится Опа Здесь уже интересно Интрига Выспится На землю упадет комета С инопланетянами И с кенталом Прикольно Спасибо Лига Джигит Мэн С кем ты больше Разговариваешь По телефону По телефону Больше всего Со своей командой По работе Ну у нас сейчас Помимо музыки Появилось Ответвление Небольшая у нас Корпорация Появилась Под названием Цой Инк Ну вот Несколько направлений Которые мы Продвигаем Это Ютуб канал Это Линия одежды Дизайнерская Ого Это ТВ-шоу Это Что еще у нас есть Чем бы похвастаться А сейчас Открывается Онлайн школа По вокалу Это у нас есть Магазины Физические По России И в дальнейшем Они будут все Больше и больше Открываться И я в скором Времени надеюсь Что они откроются И на территории Казахстана Вот И в самом Ближайшем Будущем Это Будет еще Сеть Заведений Вот я себе Круто Я кстати Смотрел Полтая крейса Крутое шоу Спасибо Прям Стараемся Спасибо Ну и серьезно Ну работа И так далее Это все ясно Как бы да Понятно Естественно И семья То есть Именно вот Мама Да Часто разговариваете Да С мамой Мы часто разговариваем Но в основном Это голосовые сообщения В мессенджерах Потому что Мама Она у меня Очень такая Щепетильная И она боится Меня Вечно Отвлечь От чего-то Важного Хотя Когда она Звонит Я все бросаюсь Всегда Разговариваю Но при этом Мама все Удобно Удобно Тебе говорить Ну всегда Спрашивает Я говорю Мам Конечно Удобно В любое время Но По сути Там редактор Упал Все нормально Окей Но Тем не менее Чаще всего Это голосовые сообщения Для мамы Как и Все дети На земле Для мамы Всегда Остаемся Детьми То есть Вроде Уже взрослый Вроде Артист Вроде Самостоятельный При этом Все равно Вопросы Всегда Говорю И Это Не так Давно Случилось Наверное Несколько лет Назад Два Три года Назад Я осознал Как быстро Бежит Время Очень быстро Потому что Я просто Еще Впервые В жизни Наверное Когда я Так далеко Улетел От родительского Дома И Все реже Реже Видел родителей Ну потому что Ну и сейчас Картина Не изменилась Мы видимся Где-то Раз в полгода Максимум То есть В год Мы видимся Два раза Всего И Это очень Грустно От этого Мне очень Тяжело Но К сожалению Я ничего Поделать Не могу Потому что У меня Работа Все время Гастроли График Расписан Но я Вот Стараюсь Как-то Что-то Менять И Чтобы мы Виделись чаще Вот Они скоро Прилетят Ко мне На концерт Юбилейный В ноябре В Москву И вот Буквально Два-три года назад Я понял Насколько Впервые Почувствовал Насколько Я сильно Скучаю По родителям И насколько Сильно Мне их Не хватает И Боюсь Наверное Упустить Тот Момент Что Я Ну Боюсь Сожалеть По том Что Я Мало Говорил Родителям О том Что Я их Люблю Поэтому Сейчас При каждом Разговоре Когда мы Разговариваем По телефону Я всегда Говорю О том Что Я их Люблю Да Отлично Ну Пользуясь Случаем Мы можем Сейчас Позвонить Да Да А что Сказать Что Вы Любите С чужого Телефона Мама Не признает Алло Алло Мамуля Мамуль Здравствуйте А откуда Вы сразу Догадались Что Это я С чужого Телефона Звоню Я смотрю Только Алматинский Номер Ну да Мамуленька Я сейчас Я сейчас Нахожусь На передаче Вот Нас Нас Снимают Вот Ну Чтобы Вы знали Вот Хочу Сказать О том Что Ну я Потом Вам Расскажу А то Здесь Связь Платная Вот Мамуля Я звоню Звоню Чтобы сказать Как сильно Я вас люблю И папу Тоже А как Мы тебя Любим Заняшка Ты даже Не представляешь Очень сильно Вас люблю Это здорово Ты у нас Ты у нас Самый 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 Такой Женуля Мы тебя Обожаем Все Мамулька Спасибо Это точно Спасибо За все Мамуль Ты когда Улетаешь Ну это Тоже Потом Расскажу Я же говорю Для мамы Я остаюсь Всегда Сыном Поэтому Все остальное Подождет Да Мамуль Я скоро Улетаю Все хорошо Да Я люблю Люблю Мамулька Папе Привет Чуть не расплакались Потому что У нас Играет Самый Шикарный В мире Квартет Тенгри Это правда Это правда Ребята Создают Прям Идеальную Атмосферу Да Они Попросили Что вы Подписались Да Я подпишусь Да Подпишемся Обещал Подпишусь Да Окей Но Если честно Вот Как раз Это наверное История о том Как музыка Может влиять На человека То есть Музыкой Можно заставить Человека Смеяться Плакать Грустить Мотивировать Поэтому Это круто Спасибо Ребята Чуть не довели До слез Ты пришел И конечно же Грех Не попросить Тебя сыграть На гитаре И спеть песню Спою песню Которую Я написал Очень давно В 2007 Году Если я не ошибаюсь Это было На Суперстаре Когда я участвовал В Суперстар Кезет Вот Написал Эту песню От Большой Любви Собственно говоря Вот И сейчас Эта песня Вышла В одном Альбоме Группы Мбэнд Она присутствует Называется О том Как я люблю Хочу тебе Спеть эту песню Пейла Лишь для тебя Одной пою Хочу Чтоб были Вечность Вместе Лишь для тебя Одной Живу Я Там Где солнца Луч Касается Земли Там Под закатом Мы с тобою Быть Могли Там Рассказал Я О всех Своих Мечтах И Словно Белый снег Растаял На твоих Мечтах Расскажи Мне Про Любовь Свою Расскажи Ты Расскажи Мне Про Печаль Свою Ты Покажи Мне Путь Где Я Тебя Найду Я Расскажу Тебе О том Как я Люблю Мне очень понравился Покажи Мой Момент Можем да еще раз сыграть Конечно Мне прям очень Ты споешь Да, давай Ты просто кивнешь Я спою Давай я спою Две строчки А потом Ты покажи мне Я тебе махну Ты Расскажи Мне Про Любовь Свою Расскажи Ты Расскажи Мне Про Печаль Свою Это называется Подпишитесь И лайк поставьте Всем огромное спасибо С вами была Программа Лига Директ Мэн И наш Прекрасный Гость Анатолий Цой Кстати Он обладатель Премии Тофи Тэфи Ну Тофи Фит Тоже Конфеты Это он написал Это он написал Тофи Я ему говорю Тэфи Программа Он говорит Нет Тофи Да Тэфи Тэфи Я сказал Тэфи Он братан Тофи Тофи Так что Я не виноват Придурок Подписывайтесь Нажимайте на колокольчик Пишите в комментариях Всем огромное спасибо И конечно Слайпаем титры Примерно здесь Тэнгри Квартир Огромное спасибо А что аплодировать не будем что ли? Все нормально Это редактор Виноват Самый коронний танец Все, автогрюб Спасибо Да Бартибар Субтитры сделал DimaTorzok